21 апреля. В преддверии Дня Победы пройдет международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». В этот день проверить уровень своей исторической грамотности сможет любой житель планеты. Не останется в стороне и Ненецкий автономный округ. Как будет проходить тест по истории у нас в регионе, мы сегодня спросим у вице-спикера окружного парламента Татьяны Бадьян и координатора теста Дарьи Хабаровой. Здравствуйте, рада видеть вас в студии. Татьяна Николаевна, Дарья, прежде чем приготовиться к программе, мы записали наше молодое поколение о том, каких героев Великой Отечественной войны они знают и кто их восхищает и вдохновляет. Давайте посмотрим. Я горжусь нашим земляком и участником Великой Отечественной войны, уроженцем Пустозерска Петром Михайловичем Спирихиным. Он был участником прорыва блокады Ленинграда и на его счету порядка тысячи обезвреженных немецких снарядов. Также в нашем городе школе номер один присвоено имя нашего героя-земляка. У меня есть бабушка Чапрова Мария, она была ребенком войны. И когда я к ней приходила, она рассказывала, что они жили в чуме, но они вместе с детьми помогали. Они шили варежки, таскали воду в морозы, помогали иногда в готовке. И когда не хватало людей, мужчин, помогали пасти оленей. Но это тоже было довольно-таки тяжело. Она рассказывала это все довольно-таки со слезами. Ей было тяжело это вспоминать. Говоря о героях Великой Отечественной войны, не могу не упоминать имя Алексея Калинина, члена экипажа «Гастелла». Он родился и вырос в селе Нижняя Пеша. В самолет Калинина попал снаряд, и они направили горящий самолет в колонну немецких танков, приняв тем самым героическое решение. Погибнув, они нанесли большой урон противнику. И также знаю, что в школе села Нижняя Пеша присвоено имя Алексея Калинина. У меня есть прадедушка, Сырков Федор Алексеевич. Ему было 92 года, он так недавно умер. Но он мне много тоже наслышан от тети и его рассказы, что для него каждое 9 мая было разным и по-своему таким очень воспоминательным. Потому что, когда его водили к танку, допустим, он чуть ли не со слезами на глазах смотрел этот танк, вспоминал, как он был тоже в похожих танках, как его поздравляли. Он постоянно любил одевать свой костюм, где у него было много-много разных медалей и наград. И он прямо этим, ну, гордился, и он прям любил, когда его поздравляли, потому что для него это реально было какой-то честью, прям, что он защитник, он смог. Да, молодежь нас порадовала. Татьяна Николаевна, расскажите, чья была идея проводить этот тест во всех уголках мира? Ну, написание вот теста по разной тематике, в том числе и по знанию Великой Отечественной войны, вероятно, не имеет индивидуального автора. Прежде всего, что это коллективное мнение. Поэтому, если официально, то при высшем законодательном органе страны Государственной Думы работает очень успешно молодежный парламент. И именно по инициативе данного молодежного парламента были разусланы инструктивные письма, которые дошли до нашего региона. Я хочу сказать, что у нас 11-й год работает молодежная палата при собрании депутатов Ненецко-автономного округа. Ну и, наверное, только лишь потому, что у меня есть небольшой педагогический опыт, это в качестве общественной нагрузки. Вот такое кураторство, значит, не по должностным обязанностям попросили. И я с удовольствием с этой работой встретилась с тем, что действительно в округе у нас очень хорошая молодежь, которая может участвовать в самых различных мероприятиях. Поэтому с большим удовольствием ребята вот третий год на территории Ненецко-автономного округа будут проводить тест по зданию Великой Отечественной войны. Как вы правильно сказали, это дата постоянная, 21 апреля. Вероятно, все-таки основное событие — это то, что мы хотим, чтобы не было фальсификации истории нашей страны, чтобы не было искажения фактов, чтобы не было тех событий, которые происходят на территории братской Украины. Или вот мы с негодованием смотрим, как меняются памятники в Польше, чтобы вот единое образовательное пространство было выстроено по всей территории нашей страны, но и за рубежом. Я хочу сказать, что в прошлом году 33 страны принимали участие. Это почти миллион людей в мире все-таки против того, чтобы снова шел нацизм, чтобы снова так называемая коричневая чума шагала по планете. Поэтому хорошее мероприятие, и я надеюсь, что в этом году наши ребята с этим справятся. Да, расскажи вообще, пользуется ли популярность этот тест среди жителей региона? Да, у нас в регионе проходит дважды в год тест по истории Отечества и тест по истории Великой Отечественной войны. В декабре я проходил тест по истории Отечества, приняло в нем участие 934 человека с округа. Кроме этого онлайн можно было проходить. Вообще по стране порядка 84 тысяч человек написали тестирование, и 22,5 тысячи только онлайн. Даша правильно сказала, что на тест Великой Отечественной войны, как всегда, больше участников. И я считаю, форма теста, ну, она справедлива. Если позволите, могу сказать, что к тестам наша молодежь привыкла. Немножко тесты сложно старшему поколению писать, хотя вопросы там довольно бывают простые. Например, в каком городе расположен Мамаев Курган? Или, как звали по-народному, Зою Коснегемьянскую? Ну, вот, скажем, мое поколение знает что-то, Таня, потому что в период Советского Союза именно тема Великой Отечественной войны, она была основной день до сплочения народа. И мне бы не хотелось, чтобы роль вот этого момента как-то уменьшалась. Это действительно было совершенно правильное решение о том, что все должны знать и героев, пионеров-героев, и знать молодогвардейцев, и знать действительно северный конвой и так далее, и так далее. А потом произошла пауза. Вот 90-е годы, вот такой прорыв, вдруг появились литературы, книги, фильмы, если хотите, которые вот легко стали относиться к этой теме. Поэтому это, конечно, нельзя допустить. И еще раз повторяю, что современными методами, например, вот теста или вот акции «Бессмертный полз». Вот мы к вам шли, с Дашей говорим о том, что нет, ведь идея «Бессмертного полка», она родилась не в кабинетах. В народе. В народе, точно так же, как и тест по Великой Отечественной войне. Если дети наши все пишут систему единого государственного экзамена, то, может быть, вот и предложить, а с другой стороны старшее поколение посмотрело, как трудно, например, писать тест, да, выбирать ответ или как-то так вот. И поэтому то, что я совершенно убеждена, что с каждым годом увеличивается число участников «Бессмертного полка», потому что это тоже передача истории. Идут разговоры друг о другом, рассказывают об истории семьи. Ведь не говорят, вот, кто-то лучше или кто-то не лучше, просто идёт доверительный рассказ. А это ведь огромное воспитательное значение. И полагаю, что пока будет вот акция «Бессмертного полка», у нас никаких болотных не будет, потому что вот этот праздник объединяет нас всех. Поэтому полагаю, что и в этом году, вот, ну, у нас Даша расскажет, какие сложности, вот в этом году с написанием теста. Да, в этом году тест вот состоится в эту субботу, да, 21-го числа. И вчера мы узнали, что школы закрыты на карантин, а у нас основными площадками являются школы округа. И поэтому мы призываем всех писать онлайн его больше, заходить на сайт, вбивать просто в поисковике «Каждый день горжусь Россией». И сразу высветится окно, где можно будет выбрать, пройти тест онлайн. А где еще можно, кроме школы, будет написать этот тест? Остаются у нас три площадки. Это Ненецкий аграрно-экономический техникум имени Волокова, Наринмарский социально-гуманитарный колледж имени Волочейского и Ненецкое профессиональное училище. Это по городу? Да, это по городу. А окружные сохранятся эти площадки? Там нет карантина. Окружные, села, вот, на сегодня, как узнали, что вот вроде бы селе Ома, они недавно вышли с карантина, то есть они, надеемся, готовы принять у нас участие. И остальные вот как соберутся по обстоятельствам, да, смотря, как проходит у них карантин. Что нужно при себе иметь? Нужно паспорт, как-то регистрацию проходить заранее? Нет. Просто прийти и в тесте? Нет, ничего не нужно иметь, просто желание поучаствовать в тесте. Можно будет прийти вот на любую из этих трех площадок. Начало теста в 11 часов, регистрация начнется за полчаса. В учебных заведениях будут встречать волонтеры, которые надо будет подойти, записать просто фамилиями отчества. Вообще тест он анонимный, но мы записываем фамилиями отчества, чтобы потом людям выдать сертификаты. А потом как они узнают эти тексты своего написания? В итоге можно будет узнать после 28 апреля на сайте «Каждый день гружусь России» будут общие итоговые таблицы по идентификационным номерам. То есть мы при регистрации будем выдавать маленькую бумажку, где будет номерок указан. По этим номеркам можно будет потом выйти на сайт и узнать. Николай, насколько у тебя вопросов включает тест? Вот я взяла прошлогодний вариант теста по истории Великой Отечественной войны. Он включает 30 вопросов. Это действительно форма теста, то есть на каждый вопрос различные сложности. Еще раз повторюсь, там есть вопросы, которые отражают знания, скажем, в литературе или кинематографе. Ну а есть, конечно, исторические такие данные. Например, кавалера Ордена Победы номер один. Кто? Кто? Сталин, Жуков, Василевский, Рокоссовский. Видите, серьезных таких вот наших генералов, говорят генералы, все не видят, да? Ну, конечно же, Жуков, конечно, все знают эту историю. Ну, а если кто-то не знает, ничего страшного, если ошибутся, из 30 вопросов ответить как-то так. Кстати, у нас, вот я хочу похвалить, прежде всего, ну, конечно, мне безмерно благодарны всем руководителям образовательных организаций, департаменту, с которым мы очень плотно сотрудничаем. Мне особая благодарность нашим учителям истории. Остриковой Надежде Александровне, Галине Принеславовне, Медведеве Колавангиной, Марине Михайловне, которая вот два года проводила общественные лектории по подготовке к этому тесту. Ну, хочу признаться, что посещаемость была не очень высокая, и тем не менее от собрания депутатов Ненецко-Автономного округа, вот с экрана вашей передачи, мне хочется выразить, большое ей спасибо за то, что она не просто транслировала знания Великой Отечественной войны, а как опытный педагог она, конечно, обращала внимание на самые вот такие моменты, например, годы Сталинградской битвы, период Сталинградской битвы, или понятие Невского пятачка и так далее, и так далее. Думаю, что в этом году вот в связи с обстоятельствами карантина мы не смогли эту лекторию организовать, но ответственность как неурочной деятельности любого учителя истории, она за ним остаётся. Ведь не секрет о том, что я уже говорила про единое образовательное пространство, про то, что на сегодняшний день в России разрабатываются единые учебники, чтобы, ещё раз повторю, у детей складывалась совершенно грамотная, научная, историческая правда о Великой Отечественной войне. И здесь вот, конечно, роль педагогов безусловно велика. Мне хочется сказать, что я по-прежнему надеюсь на наш замечательный и союз пенсионеров, который Максим Костина возглавляет. Безусловно, это очень у нас серьёзная такая общественная организация, как Союз ветеранов войны и труда, который Виктор Кожениц возглавляет. Ну и, конечно, Вячеслав Кузьмич Крипанов, всех известный нам, новатор тоже такой, пропагандист различных общественных акций, направленных на объединение. Ведь посмотрите, что значит появился интерес? Ну, практика, мы с Дашей педагоги, да, Даша? Если есть у человека интерес, то его, собственно говоря, уже и не надо сильно организовывать. Он будет сам самоорганизовываться, добывать знания, где-то их проверить. Поэтому вот такое дружелюбное приглашение к тесту в совершенно свободной форме, совершенно свободно, с кем ты придёшь. Можно и маленький ребёнок, и старший. Я даже думаю, что там и дисциплину очень не нужно соблюдать, потому что, ну, что-то посоветоваться, да нет ограничений. Главное, чтобы вы пришли, потому что, ещё раз повторяю, основная цель – не сколько проверить знания, сколько обратить внимание общества, что мы очень должны. Кто-то из историков сказал, что у каждого народа есть своя родина, но только у нас Россия. И вот, мне кажется, вот такой простой фразой, она вот определяет всё то, что мы просто должны делать. А какие нововведения в этом году предлагают организаторы, касаемые вот вопросов? Вопросов. Даша Каберна знает. Да, организаторы предложили координаторам в этом году включить вопросы, касающиеся истории Великой Отечественной войны именно в регионах. У нас будут включены дополнительные 10 вопросов, которые касаются Нинско-автомного округа. Их разработала преподаватель Нинско-аграмма и экономического техникума Чабана Леси. При разработке этих вопросов я ориентировалась на знания и на внимание наринмарцев. Ведь будут вопросы, касающиеся памятников, обелисков, стел, которые находятся на территории, ну, прежде всего, Нинско-Аринмара. И мимо этих памятников мы проходим каждый день. Надеюсь, жители Нинско-Аринмара, ещё раз проходя перед тестом внимательно, посмотрят, что написано на памятниках. Приходите все на тест. Это помимо тех 30, да? Да, помимо тех 30, на отдельном бланке дополнительно будут 10 вопросов именно по Великой Отечественной войне в округе. А результаты по ним где можно будет? Это уже где-то в окружном? По ним, да, мы их разместим на окружном, на нашем сайте собрания. Там опроверка, скорее всего, что будет. Будут. Ну, я хочу сказать, что даже вот региональная составляющая этого всероссийского теста, она тоже отражает основные направления преподавания истории, скажем, в общеобразовательных организациях. Есть такое понятие, как национально-региональный компонент. Помимо знать культуры, да, знаете, природы, истории округа, очень важно знать в том числе и вот эти основные даты. И мне здесь хотелось сказать, что молодёжь Нинско-автономного округа, это и общественная организация, общероссийский народный фронт за Россию, это и наша молодёжная палата, проводит системную работу. Ведь в прошлом году было присвоено имя Нижней Пёше имени Алексея Калинина. А на сегодняшний день вот в этом же варианте теста есть, например, вопрос, кто был командиром вот знаменитого экипажа, совершивший первый воздушный таран. Ну, конечно, Гастелло знаем, а нашего Алёшу Калинина разве не надо знать? И мало ведь кто знает об этом. И мало кто знает. Поэтому, может быть, вот, скажем, в акции бессмертного полка, который будет проходить в этом году, вот лично, мне кажется, это очень должно быть, что портрет Алёши Калинина, вот он просто шёл, у кого-то нашли силы. Я думаю, молодёжная палата, вот они уже так и говорили об этом, просто пронесут этот портрет не только в Нижней Пёше, где он родился, там тоже свой бессмертный полк. Но, вот, извините меня, в административном центре Нижнего автономного округа. Мы отдаём дань учительскому подвигу, ратному и воинскому подвигу Петра Михайловича Спирихина. Тоже школа, первая школа, вот такая знаменитая школа своей музейной работой, своей вот тоже такой стабильностью в этих вопросах. Это ведь большое дело. Лично для меня было абсолютно неожиданно, когда ко мне обратились в педагогический коллектив Коткинской школы. Вот из немногих районов, где не было, как-то вот я всё в Коткино не успеваю съездить. Они там тоже предложили имя своего героя. И мне кажется, это вот возвращение памяти, и это характеризует вот то, что общество у нас очень хорошее и очень нравственное, и с нормальной человеческой и гражданской позицией. Какие результаты были в прошлом году? Не провалили анализ, Даша? Как наш округ справился или не справился с заданиями? Правду говорите. На меня смахали. Правду говорите. Потому что у нас сейчас есть возможность исправиться нам, да, и показать более лучшие. Вот по последнему, когда по истории Отечества тест, результат у нас был худший в России по качеству. Среди регионов, да? Да, среди всех регионов. Это 17... С половиной баллов. Да, с половиной баллов. Из 30 возможных. Из 30 возможных, да. То есть это самый низкий результат. Оно, опять же, по количеству. Ну, мы произошли даже с соседей наших в зависимости, ну, сравнение общего объема региона. То есть у нас регион маленький, население маленькое, но при этом пришло очень много людей. А у кого-то регионы большие, и пришло столько же человек. Вот. То есть в этом, если в процентном таком соотношении, то мы здесь молодцы. А возраст какой был в средних участников? Ну, вот у нас как раз средние 18-19 лет. Да, я хочу... Вот Даша еще правильно говорит, мы уже даже через представительство Нинск-Атанула, но в Санкт-Петербурге организуем площадку. Да. А при ЗАГС-собрании Санкт-Петербурга молодежной палаты нет. Поэтому и желающие вот такие жители Санкт-Петербурга приходят к нам на представительство и тоже пишут диктант. Поэтому Даша правильно сказала, надо ли говорить правду. На самом деле надо говорить правду. Как правда и в том, что Дагестан на первом месте в познании истории России. Я снимаю шляпу. 30 из 30. Да, да, да. Но я понимаю, что, еще раз говорю, просто мы очень-очень высокой требовательностью к себе, очень пишем честно, очень так вот добросовестно все. Почему я ей сказала, что, наверное, можно что-то и обсудить во время теста. Можно поинтересоваться, например, подумать что-то больше, да, с тем, чтобы не просто поднять результат, потому что правильно-то все равно готовиться к тесту. Но я бы отметила еще, что причина этого, вот, может быть, большой численности, но не очень высокого качества в том, что мы опираемся именно на обучающуюся молодежь, на школьников. А ведь в тесте, например, вопрос, вот я опять сейчас хочу, например, повесть Бориса Полевого написана на основе реальных событий, прототипом героя книги стал герой Советского Союза, летчик Алексей Мересиев. Это я знаю эту повесть, потому что она в советской школе была в программе по литературе. А нынешняя молодежь у нас этого не знает. Мы же их учим работать и жить в геополитическом мире. Мы вот Джанни Радари должны знать, да, и, собственно говоря, даже рекомендуем Экзуперии, например, Маленького принца, вот как-то прилично прочитать эту повесть, чтобы быть интеллигентным человеком. А на самом деле, вот я ещё раз говорю, «Лётчик и подвиг» Алексея Мересиева, повесть о настоящем человеке, это знает старшее поколение. Вот про тот самый разрыв, про поговорка «Природа не терпит пустоты» вот мы сейчас путём написания теста проведения квестов по знанию Великой Отечественной войны. Например, 23 февраля гнезащитник Отечества, наш региональный исполком проводил квест «18 мгновений весны». Вот как бы песню знаем, да, фильм знаем «17 мгновений весны», а тут «18 мгновений весны». То есть интерактивный подход, вот он инновационный какой-то, нестандартный, всё это ради одной только идеи. Поэтому и когда вот в «Бессмертном полку» идут, несут вот лики своих родных, идут разговоры, но если где-то вот по собственному желанию идёт баянист, и вокруг него поют песни эпохи Великой Отечественной войны, это всё приветствуется, это всё правильно, это всё объединяет, так должно быть. А где можно посмотреть, как-то подготовиться, да, и узнать примерно, из какой области будут, да, спрашивать задания теста? Задания прошлогоднего теста есть на сайте собрания депутатов Нескосновного округа. А на официальном сайте? На официальном сайте. Мы на официальном сайте это не распространяли, хотя вот после, Люба, спасибо большое, что вы на это обратили внимание, мы, вероятно, на нашей площадке просто их размножим в качестве того, что за несколько дней ещё можно вот это ознакомиться. Чтобы ознакомиться, да-да-да, да, чтобы успеть. Мы выкладываем в социальных сетях постоянно тоже всякие такие моменты из теста, чтобы тоже люди читали, смотрели, как было. Задания Николаевна, может быть, ещё скажите пару вопросов, да, каких-нибудь интересных озвучите? Мы будем, ну вот, давайте вот, смотрите, вы обе девушки молодые, да, я не знаю, опять же, вот искусство кино, которые показывали этот самолёт, вот очень хорошо, и та знаменитая песня, это «Ну, а девушки потом». Первым делом самолёта, ну, а девушки потом. Ну, вот самым массовым боевым самолётом, например, Великой Отечественной войны, что является? И-16, И-9, Ла-5 и Ил-2. Ну, здесь Боинга нет, да, конечно, Ил-2, знаменитый вот этот Илюшин, знаменитый Ил-2, который вот действительно это. Ну, вот смотрите, оружием, что является оружием Победы? Миномётное оружие Победы. Ну, у Даши, мама, физик в первой школе Светлана Рудольфовна, она об этом значении говорит, конечно же, Катюша, конечно же, Катюша. То есть вот идут женские имена, вот, Дарья, Елена, Татьяна, Катюша, ну, вот надо назвать Катюшин, наверное, это знают. Ещё раз говорю о том, что, как правило, очень сложно идут, например, связанные с семейными регалиями, скажем, маршала Советского Союза, начальник генштаба, дважды герой Советского Союза. Это уже чисто вот такое глубокое знание нашей военной истории. И мужской, я бы сказала, такой вопрос. И поэтому отвечать на это, конечно, наши дети, наверное, вряд ли могут, хотя они все стараются. Здесь, конечно, нужно более-более такое. Ну, например, последний вопрос. Вопросы. Советский лётчик-истребитель, дважды герой Советского Союза, на счету которого больше всех сбитых вражеских самолётов после Ивана Кожедуба. Как это надо знать Ивана Кожедуба, чтобы потом сказать, что это, конечно, по крышке. Вот так вот. Ну, вопросы разрабатываются профессорами Московского государственного университета имени Михаила Сильевича Ломоносова. За несколько недель они начинают эту подготовку. В этот раз, кстати, был предложен конкурс на вопросы. Можно было тоже на почту «Каждый день горжусь в России», на электронную почту отправить свой вариант вопроса, какой хотите. И там выбирали их в Государственной доме. Выбирали самые лучшие из лучших вопросов. И они сейчас будут тоже включены в эти 30. Мы на будущий год это сделаем, да, Даша? Мы на будущий год сделаем по нашему округу, да, добавим ещё побольше. Конечно, конечно. Чтобы лучше, да, знать. У нас тоже ленотранспортные батальоны и вот герои наши. Конечно. С разных сел. Некоторые даже не знают, что у нас какой-то, допустим, деревни. Да. А человек там, оказывается, герой такой. Николаевна, Даша, у вас сейчас есть возможность в эфире, да, пригласить жителей округа поучаствовать в этой уникальной, на мой взгляд, акции. Можно сделать прямо сейчас. Дорогие друзья, от имени собраний депутатов Ниницко-автономного округа и от себя лично, я очень вас прошу в эту субботу, 21 апреля, найти время в 11 часов прийти на территориальную площадку, скорее всего, что это будет ваша школа, зарегистрироваться, взять номерок, по которому вы узнаете потом свой ответ, сесть с хорошим настроением и написать тест по знанию Великой Отечественной войны. И тем самым вы будете реальным участником патриотического направления именно 21 апреля 2017 года. Удачи вам. Спасибо, Даша Николаевна, Даша, спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Я думаю, что после нашего эфира обязательно количество участников увеличится. Будем на это надеяться. Спасибо вам большое. Напомню, что сегодня в программе «Актуальное интервью» мы говорили о международной акции, которая пройдет 21 апреля. Тест по истории Великой Отечественной войны. Присоединяйтесь, будем ждать. Великой Отечественной войны.